29 семей евангаруцев должны получить новые квартиры. Этот дом у нас строился по программе расселения ветхого аварийного жилья. К сожалению, был момент, когда было отклонение от срока выполнения контракта по данному дому. Но вот сегодня я дом посмотрел, он полностью готов к заселению. Администрация берет на себя обязательства в течение двух недель заключить договор с управляющей компанией и затем уже в торжественной обстановке, но уже без моего присутствия, выдадут ключи и люди за этот дом заедут. Поэтому эта ситуация решена. А второе, хочу сказать, что мы наконец завершили многострадальную эпопею по бассейну. А почему она была многострадальная? Потому что параллельно велось и продолжается вестись уголовное дело. Мы очень долго ждали, когда нам в рамках уголовного дела вернут документы. Сегодня сделан новый проект. Проект прошел экспертизу. В настоящее время документы уже все отданы в комитет по госзаказу. И в ближайшее время... Виталий Владимирович, когда примерно? Я думаю, что в течение недели будет объявленная процедура. Да, будет определен победитель. И победитель приступит к строительству бассейна. Общая сумма 313,5 рублей. А до конца этого года в бюджете выделено 30 миллионов. 315 миллиардов, я сказал, да? Ничего не сказал. 315 миллионов, 313,5, если быть точно, миллионов рублей. И 30 миллионов выделено до конца этого года. Я думаю, больше не успею это освоить. Остальное все на следующий год. Я надеюсь, что тоже эту болевую точку мы закроем. Потому что очень бы хотелось, и для меня долг чести, чтобы в Ивангороде появился бассейн. Мы также сегодня посмотрели Ивангородскую крепость. Уже много что по крепости сделано. Но мы приняли решение, будем продолжать ремонтно-реставрационные работы. На следующий год 61 миллион выделит Российская Федерация федеральный бюджет на реставрацию. 30 миллионов выделим мы. Будут сделаны также проекты на проведение дальнейших реставраций. И вот те башни, которые требуют реставрации, в следующий год начнут их ремонтировать. Вот, пожалуй, то, что по тем вопросам, которые мы посмотрели. Вот основная была и поездка, посвященная этим вопросам. А дальше немножко я хотел переговорить по перспективе. Но сначала слово хотел Михаилу Борисовичу Корнееву сказать. Дальше, чтобы он обозначил, какие есть, может быть, проблемные вопросы. Какие вопросы решены. И на что нам нужно обратить особое внимание. Уважаемый Иван Городцы, сегодня у нас с рабочим визитом в Римля, исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Грозденко Александр Юрьевич. Я благодарю вас, что нашел время посетить Ивангород в очередной раз. И могу сказать одно, что за последние три года мы явно с вами ощущаем поддержку правительства Ленинградской области, поддержку губернатора. Я могу назвать несколько объектов. Это улица Гагарина, которую мы заасфальтировали с помощью Александра Юрьевича. Это улица Пасторова, 12 миллионов. Это улица Котовского, 9 миллионов. Это 20 миллионов сады, дорога на сады. Это аварийное жилье, которое мы сегодня смотрели. 29 семей переходят. Десяти квартирный дом тоже Погорельцев. Это тоже вклад Александра Юрьевича. Александр Юрьевич помог нам закончить международные два проекта. Были 8 миллионов для завершения финансирования. У нас с Александром Юрьевичем была договоренность. Он выполнил свое. Это газификация второй очереди. В первую очередь он выделил 2,5 миллиона на проект. И дальше были выделены 15 миллионов на газификацию. Сейчас эта газификация происходит. Поэтому я от вашей имени могу только поблагодарить Александра Юрьевича. И конструкцию очистных сооружений. Да, и конструкцию очистных сооружений. Это выделенные деньги на самом деле не мешало. Поэтому все, как бы он держит руку на пульсе. И мы с городом. Потому что город сегодня у нас пограничный. И основные проблемы, о которых мы говорили с Александром Юрьевичем, как раз связаны, может быть, с этим транзитным транспортом, о которых у нас пока нет решения. Нам обязательно нужно строить терминал. Нам обязательно нужно как-то организовать этот транспорт. Потому что это полномочия федеральных структур. И мы сегодня не можем регулировать переход транспорта через федеральную границу. Но, к сожалению, там из Москвы этих проблем не видно. Вот Александр Юрьевич сегодня убедился. Мы стояли около музея. Там фуры стоят. А если это зима, то они работают с включенными двигателями. И, конечно же, это приносит своеобразное неудобство для жителей. И портит экрологию. Вот это проблема. Ну и проблема, которую мы с вами все тоже знаем. Это проблема чистых сооружений, которые мы говорим. У нас в таком развитии города не может быть и речи. Мы сегодня посмотрели крепость, посмотрели те работы реставрационные, которые идут, в том числе от Пороховой. Амбар, который восстановили в прекрасном состоянии. Те планы, которые у нас есть. Но сегодня выбор 500 тысяч туристов. И каждый год цифра нарастает. Ивангород в прошлый год 50 тысяч туристов. А в этом году цифра падает. Из-за вот этих ограничений, которые есть. Поэтому если мы хотим, чтобы бизнес здесь развивался, особенно малый бизнес, если мы хотим, чтобы турист сюда приходил, а здесь есть что посмотреть, то, конечно, необходимо сделать более свободный въезд в город. И второе. Мы эту тему уже обсуждали. Я, в том числе, с Рогозиным ее обсуждал, вице-премьером. Это, конечно, строительство на въезде Ивангород автомобильного терминала для большегрузных машин. Без такого терминала невозможно сегодня говорить ни об экологии города, ни о безопасности, ни о других показателях. Вот эти, когда огромные фуры вдоль дороги стоят, во-первых, едешь и стыдно за наши обочины, но понимаешь, что эти обочины, потому что люди стоят, им надо куда-то сходить там и в туалет, и они кушают, и тут же все это бросают. Ну и, конечно, безопасность. Это тоже мы прекрасно понимаем. Плохо это организовано на той стороне, хорошо ли организовано, но есть терминал, а все, кто ездит со стороны Эстонии, через этот терминал проходят. Когда очередей нет, никто и очередь не слить, но когда есть очередь, спокойно в терминале стоят машины, как легковые, так и большегрузные автомобили, и спокойно, так сказать, как только появляется зеленое окно, они двигаются. Если это абсолютно правильно, мы должны к этому прийти, это абсолютно цивилизованный путь. А есть сегодня даже частный бизнес, который готов это финансировать, но они просят гарантии от российского государства, от таможни о том, что потом правила игры не изменятся, и этот терминал мне придется закрывать. То есть, если его открыть, то чтобы действительно весь транспорт все ближайшие годы по этому терминалу и ходить. Я думаю, что это два вопроса, они совместны, как пропускной режим, так и терминал, и я уже попросил Викторович вас, и Михаил Борисович вас готовить обращение, мой адрес, для того, чтобы у меня было официальное основание этот вопрос поднять. Я хотел остановиться на еще одной теме, которая касается Ивангорода, не только Ивангорода, это капитальный ремонт многоквартирных домов. Тема была очень больная, когда вводили плату за капремонт. Сегодня она в Ленинградской области 5 рублей 55 копеек. На 2016 год мы ее сохранили на уровне 5 рублей 55 копеек, мы ее не повышаем. Малообеспеченным гражданам мы ввели льготы 50%. Сейчас мы думаем о том, чтобы людям старше 75 лет также ввести по возрасту льготу 50%. Ну, понимаете тоже почему, да? Я думаю, это тоже было бы абсолютно правильно, но мы это рассмотрим на осенней сессии, когда вернутся депутаты, потому что эта нагрузка дополнительная будет на бюджет, и закон о льготах у нас принимает депутатский корпус. Тем не менее, мы сегодня имеем одну из самых низких плат за капитальный ремонт по Российской Федерации. Ниже нас на северо-западе только у Санкт-Петербурга, у них от 2 до 4 рублей в зависимости от этажности дома. К сожалению, мы не можем как Петербург установить даже хотя бы 4 рубля, потому что Петербург, он компактный на небольшой территории. С 2014 года, программа 2014 года, если по динамике говорить, если она была сформирована на объем вместе с государственной поддержкой 600 миллионов рублей, в этом году, в 2015 году, программа уже составляет практически миллиард, и на 2016 год мы уже составляем программу миллиард 300, с учетом того, что в корректировке бюджета 2016 года у нас будет дополнительное финансирование выведено и со стороны Ленинградской области, 200 миллионов, программа уже будет составлять порядка миллиарда 700. Соответственно, и количество тех домов, которые мы сможем ремонтировать, они будут постепенно увеличиваться. В Иван-городе в 2014 году в программу попал один дом, два лифта. На сегодняшний день этот дом уже отремонтирован, эти два лифта отремонтированы. В 2015 году в программе тоже один дом, тоже два лифта. Конкурсная процедура завершается на следующей неделе, и сомнений в том, что эти лифты будут отремонтированы, до конца года у нас нет. Очень хочется увидеть широкую, безопасную автомобильную трассу Санкт-Петербург-Нарова. Это возможно? Да, возможно. Когда я в 2012 году заявил громогласно о том, что мы ставим одну из задач перед собой в правительстве Ленинградской области, это принятие решения о выносе и расширении вылетных всех федеральных трасс из Санкт-Петербурга, которые проходят по территории Ленинградской области, все так сказали, но это такой суворовский мечтатель, потому что у нас здание на Суворовском появилось, потому что это нереально. Сегодня идет реконструкция трассы Скандинавия, сегодня строится современная трасса Залтовала, сегодня строится трасса, так сказать, на Москву, новая современная уже на территории Ленинградской области, сегодня Киевская трасса уже, так сказать, пошла в четыре полосы до Гатчины строительства и дальше за Гатчину вылет. И то же самое начинается, подтверждено финансирование, в первую очередь начинается обход, значит, Красного села и расширение трассы. Задача стоит довести трассу до нормального четырехполосного движения, то есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую, возможно, где-то шведский вариант, это одна полоса, две полосы, ну, с переходом, так сказать, через, так сказать, определенный промежуток времени. В целом, я хочу сказать, что за последние годы мы очень приличное количество денег вложили в строительство дорог по Кингисевскому району, не только строительство своих дорог, а наши дороги, это региональные дороги и федеральные дороги, но и в муниципальные дороги, и во внутриквартальные дороги, это то, что должны финансировать муниципалитеты, но впервые за 25 лет, мы третий год, три года уже подряд, помогаем финансово из бюджета Ленинградской области, централизованно помогаем каждому району на ремонт, значит, городских, поселковых, значит, внутриквартальных дорог. В этой части мы считаем достаточно активно работаем со своими региональными дорогами на территории района. Помимо адресов, которые на самом деле на нашем взгляд были достаточно насущными, а это мы технически решили все-таки возможность подъезда к поселку Вестина со стороны услуги, значит, там есть большая проблема, мы ее знаем, и вот, ну, если есть жители поселка Вестина, значит, у нас есть кусочек наше обязательство, к сожалению, не решенное. Этот вопрос мы решим в 2016 году, поскольку сейчас ведем переговоры с Эфеском, это такая достаточно тяжелая ситуация, связанная с вывозом песка из карьеры, которую они там арендовали. Значит, мы продолжили работу по соединению города Кингисеппо с портом услуга, у нас три альтернативных подъезда, из них один практически готов, у нас единственный участок от Кингисеппо в сторону услуги, значит, такая большая дорога в сутковку до Сланцева, Кингисеппо-Кракулия, значит, она у нас запрещена на 2016 год, достаточно продолжительный участок, тот, который не отремонтирован. Значит, у нас по Кингисеппо району завершается работа по этой же дороге в сторону Сланцева на сегодняшний день по границе со Сланцами такая дорога будет приведена в полный порядок, в этом плане мы тоже, тоже есть что сказать. Значит, есть проблема между связью Кингисеппо-Колосовского района в поселке, ну, в продолжении Пустомержа и Ястребина, значит, этот участок мы включаем тоже в 2016 год, поэтому в этой части мы тоже проблемой решим, это продолжение Веймарской дороги, в Веймарском направлении. Два вопроса, на которые, Виктор Ильич, если что, вы тоже мне поможете ответить. Почему в вашей программной рабочей поездке нет объекта городская больница, здание, как и обстановка там просто требует вашего посещения. Ну, давайте тогда я на 10 минут чуть раньше завершу встречу, чтобы у нас вообще до 16-30 встреч до 16-15 мы тогда ее закончим и я съезжу посмотрю больницу. Я в целом хочу сказать, что у нас принято тоже я сейчас много, часто буду повторять слово впервые, потому что на самом деле это так. Мы впервые приняли программу реновации больничных учреждений Ленинградской области и по этой программе в зависимости от количества коек мы будем выделять фиксированные суммы на ремонт здравоохранения больничных учреждений куда входит и больницы, и поликлиники, и амбулатории, и ФАП. И эта программа она начинает работать с 16-го года и рассчитана на программу на 5 лет. Но не дожидаясь пока эта программа начнет работать мы уже второй год выделяем не менее 350 миллионов на ремонт больниц и поликлиник по Ленинградской области. Мы взяли на свое финансирование все здравоохранение Ленинградской области с этого года 100% его финансируем из областного бюджета. Мы приняли программу реформирования медицинской отрасли которая идет в разрез с федеральной программой модернизации. Мы сейчас делали ставку на строительство фельско-кушерских пунктов и амбулатории на селе. И практически сейчас каждый месяц сдаем амбулаторию или сдаем фельско-кушерский пункт для того, чтобы наши люди которые живут на селе за капельницей за уколом за УЗИ за физиотерапией не ездили не ездили в города. Это тоже большая программа. Поэтому я посмотрю еще раз говорю ситуацию в больнице но поверьте что есть те ситуации если кто-то всходит в укор почему вот здесь не дали еще денег на ремонт есть ситуация где хуже и там в первую очередь мы делаем. Вот у меня есть в программе например постройки постройки если брать например Кингисеп то как минимум мы должны построить две амбулатории это Вестина и Котельский большие населенные пункты а вообще сейчас ничего по медицине нет пока не Беремистина есть там но это здание такое даже не в прошлый век а позапрошлый век за это время мы построили фаб Кузенкино за это время мы отремонтировали по программе на 54 миллиона Кингисеп и больницу Прохорова отремонтировали фаб в Алексеевке в поселке Александровская горка отремонтировали врачебную амбулаторию мы сегодня еще раз говорю что у нас идет сейчас капитальный ремонт автомологического амбулатория это глазное отделение Кингисеп Кингисеп больницы строим ветеринарную инспекцию в Кингисеп хотя это понятно не больница но это тоже очень важно да очень важно потому что нам это необходимо поэтому вы видите какой фельсико Кушевского пункта то есть у нас серьезные работы серьезные работы и еще раз хочу сказать нам нужно просто двигаться последовательно я предложил правительству Ленинградской области принять с 16 года программу на 10 лет Ленинградской области которая называется программа социального стандарта я предлагаю каждую столицу сельского муниципального образования то есть муниципального поселения сельского каждую столицу это центральный поселок центральную усадьбу и каждый город Ленинградской области привести к единому социальному стандарту это по количеству спортивных сооружений социальных учреждений врачебных учреждений детских садов школ и так далее и поверьте что приведем в том числе Ивангород приведем к этому единому социальному стандарту. Я вообще хочу назвать вам одну цифру, чтобы вы понимали, мы с вами сейчас общаемся, бюджет Ивангорода по этому году 65 миллионов, а Ленинградская область уже дала по подтвержденному финансированию Ивангорода 80 миллионов. Вот я считаю нормальная поддержка, которая не будет уменьшаться, которая будет только увеличиваться. Одесский сад ниже, чем в Ивангороде, при этом уровень жизни в Петербурге выше, в Ивангороде написано, что за детский сад 1600 рублей. У нас плата за детские сады по городам и районам Ленинградской области разных. У нас есть, например, крепкие бюджеты, есть богатые поселения, где берут и 5% за содержание ребенка в детском саду. То есть у нас планка стоит, что родительская плата не больше 10% от затрат на содержание ребенка. Дальше каждый устанавливает сам, исходя из своих возможностей. Решают, еще раз говорю, не губернатор, решают не губернатор. Мы установили только, чтобы это не превышало 10%. Поэтому будут возможности, может быть, у бюджета Ивангорода больше. Вернее, Кингисепа, да, Кингисепа. Будет возможности у Кингисепа больше возможностей, значит, сделают плату меньше. Хотя хочу сказать, что сейчас не самые, наверное, хорошие времена, чтобы кому-то обещать уменьшение затрат на содержание ребенка в детском саду. Вот если бы Виктор Ильич пообещал, например, на 16-й год заморозить плату за содержание ребенка в детском саде, это, наверное, было бы реальность. В учетом той, к сожалению, инфляции, которая у нас сегодня идет, и, к сожалению, не от меня, не от вас, она сегодня, к сожалению, не зависит. Просто вставку можно сделать? Да, пожалуйста. Очень важно, уважаемые вангородцы, почему мы не можем? Потому что мы в Кингисепском районе, так же, как и в Кингисепсе, в рамках Ленинградской области ведем очень сбалансированную социальную политику и поддержку области строим очень много объектов. У нас строится детский сад в городе... То есть в многодетной семье доход на члены семьи будет не ниже, чем минимальная потребительская корзина. Инвалиды. Все инвалиды будут получать доход не ниже, чем минимальная потребительская корзина. Потом пойдем к малообеспеченным пенсионерам и потихонечку, вот так в течение 3-4 лет выйдем на то, чтобы у нас не было в Ленинградской области бедных, особо бедных. Мы точно не будем работать, чтобы у нас были богатые. Кто сможет, дай бог, чтобы разбогател, мы сделаем так. Это тоже такая тяжелая задача, но мы знаем, как к ней продвигаться. Мы будем к ней продвигаться. Это такая непростая работа, но она просто такая системная работа, не дачник. Вот имейте в виду понятие дачи и домовладения, где вы прописаны. Две разные вещи. Это должно быть основное домовладение, ваше место проживания. И тетка, житель Ленинградской области, имеет постоянное место проживания, частный дом, он к газу подключается за 50 тысяч рублей. Это закон. Он принят, как закон о Ленинградской области. Но механизм применения этого закона очень тяжелый. Там с ума сойдешь, вот на самом деле Андрей Валерьевич, и вы это сами знаете, пока оформишь все документы. Поэтому надо принимать, и у нас как сейчас. Сначала подключают компанию, а потом мы выплачиваем компанию, ну компенсируем деньги. Мы сейчас вот вместе с вице-губернатором Пахомовским, мы у вас с Гавриловым, а думаем над тем, чтобы осенью предложим внести депутатам изменения. Не потом платить деньги, а хотя бы аванс давать вперед. То есть заключили договор, и под договор дать аванс. А 50% закрыт, когда подключатся. Потому что газовщики тоже говорят, а у нас оборотных средств нет. Вы нас просите, чтобы 300 тысяч стоят дома подключения, например, или 200 тысяч. Вы хотите, чтобы это сделали там за 50 тысяч, а у нас нет оборотных денег. Поэтому половину мы будем гарантированно под заключение договора давать, половину, когда будут работы выполнены. Почему Андрей Валерьевич говорит, что мы на это можем пойти, но все-таки основной подрядчик у нас Газпром газораспределения Ленинградской области, так вам его они сегодня называют? Практически единственный. Единственный практически подрядчик. Мы велищица знаем, поэтому пойдем работать по этой системе. Я думаю, что осенью мы такое изменим, закон примем. Раньше мы не можем. Законы принимают депутаты, мы можем только предлагать им законы на голосование, но это все правильно. На дне города, ссылаясь на вас, сказал, что у нас решен вопрос об уличном освещении в ночное время. Будет ли сегодня вечером свет в нашем городе? Это сказал депутат Петров. Но депутат Петров, как депутат, может говорить все, что угодно, на это он и депутат. Но действительно, была команда губернатора. Я не могу командовать уличным освещением в городах. Это полномочия муниципалитета. И не правительство Ленинградской области платит за уличное освещение. Но мы рекомендовали, и Викторович это знает, и мы сегодня с ним об этом говорили, что после 15 августа во всех населенных пунктах и городах включить уличное освещение. Было такое, Викторович? Везде ключи на Союзе. Сейчас я започил в Ивангород, еще не ключи. Разберитесь тогда, Михаил Борисович. Для ведения российской пропаганды. Газета Ивангород, единственная в Ивангороде, любимая и читаемая жителями, единственный источник для жителей городской жизни. Учредителями газеты является правительство Ленобласти и администрация города. Мы постоянно размещаем на страницах нашей газеты информацию областную. Но по закону о СМИ мы не получаем областную субсидию из-за маленького тиража. Там действительно в законе о поддержке областных СМИ есть ограничения по тиражу. Вопрос, нужна ли газета в маленьком городе? Если да, то помогите. Я думаю, нужна или не нужна газета в маленьком городе, должны прежде всего решать жители маленького города. Если они эту газету читают, газета им нравится, значит, газета нужна. Михаил Борисович, если вы считаете, что газета нужна, напишите мне ходатайство или, Виктор Ильич, вы, мы, возможно, тогда через, не через субсидию, а через гранты, может быть, тогда газете поможем. Есть и такая форма, как грантовое выделение поддержки. Либо мы найдем возможность заключить договор на размещение материалов о Ленинградской области. Может быть, за какие-то материалы мы там что-то проплатим на правах рекламы. Давайте подумаем. Обратим, пожалуйста. Обратитесь, чтобы у меня было основание этот вопрос поставить на кончат. А мы-то вот районные, фенесевские районные газеты, мы-то активно поддерживаем. Мы в этом году увеличили, кстати, поддержку. И все довольны. Ну, довольных никогда не бывает, Виктор Ильич, вы никогда не говорите, что довольны. Мы не сказали, что довольны. Нет. Есть, как это, нет, недовольные. Есть люди, которые, или организации, которые при улучшении ситуации перешагивают на другой режим требования. Вот и все. Не пересомнились. Наш город находится на границе с Евросоюзом и является лицом страны. Я согласен, Степан Алексеевич, что вопросов нерешенных или которые требуют срочного решения в Ангурде еще много. Но я хочу, чтобы вы говорили жителям то, что говорю я. Давайте говорить честно. Видны ли за последние 2-3 года позитивные изменения? Или они не видны? Вот я сравниваю то, что я видел в Ангурде в 2012-2013 году. То есть сравниваю то, что я видел сегодня, ну по крайней мере по дорогам, в том числе на парусинке. Делаем с аварийным жильем. Потому что мы делаем с конвенционно-численными сооружениями и с котельными. Я вижу, что позитивные изменения есть. Даже это проклятое место, бассейн и топы в этом году начнем строить. Другое дело, что часть вопросов, они даже не зависят от губернатора, как наведение порядка на федеральной трассе и этот отстойник. Я уже писал не раз, Виктор Ильич это знает, о том, чтобы установили отстойник. Вот сейчас готов выступить на пограничной комиссии. Я буду выступать. И требовать, вы видите, с какой я, бывает, настойчивость и энергией выступаю, значит, когда, значит, отстаиваю интересы, поверьте, еще и хлеще бывает. Я всю правду говорю. И буду требовать, чтобы это делалось. И будем наводить порядок с качеством воды. И будем строить социальный объект. Но на это требуется время. Я вам назвал две цифры. 65 миллионов бюджет Ивангорода, 80 миллионов в этом году выделил областной бюджет. На следующий год планируем выделить больше. Но мы не будем, и я никогда не пообещаю, что перефинансировать Ивангород по сравнению с другими городами Ленинградской области. У нас 38 городов и 220 муниципальных образований. И каждый из них хочет развиваться. И мы должны максимально сделать так, чтобы жизнь везде менялась. Пусть чуть-чуть, пусть маленькими шажками, но она менялась. И вот это основная задача власти и основная задача губернатора. А явка нам нужна. За кого жители будут голосовать, это личное дело каждого. Я единственное всегда прошу, а голосуйте не, как сегодня требуется только одно, чтобы люди пришли на выборы и сделали свой выбор. Рост, который вы нам помогли решить, это по поводу ремонта дороги. Дорога, да. Дорога, да. Да, огромное вам спасибо. А это цветы от наших садоводов, которые вы уже с ними. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ